Пап, я пришла. Лизочек, Лизочек, привет. Привет. Как в школе дела? Да, какие там дела, дебилы одни. А чем у нас пахнет? Духи какие-то. А пойдем, я тебя познакомлю. Ну вот, Лизочка, познакомься, это Света. Я тебе о ней рассказывал. Она будет жить с нами. А как же мама? Ну, доченька, мамы нет уже восемь лет. Семь с половиной. Это тоже очень большой срок. Я думаю, вы подружитесь. Жизнь-то идет. А на хороший маникер денег не хватило? Смешная шутка для пятнадцатилетней. Ну, вы тут пообщайтесь, а я сейчас приду. Думаешь, папика себя отхватила шлюха на все готовенькая пришла? Не твое собачье дело. Посмотрим. А теперь все будет по-другому. Девочки, смотрите, что я для вас приготовил. Доченька, а что это с тобой? А, кажется, она уронила бокал вот тебе с салфеткой. Ты... Что это с тобой? Может, ей вино не понравилось. Может быть, она любит белое? Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кажется, злодеям деньги были не нужны. Ага. И деньги, ни золото, ни мобиль, ни телефон. А где он? Вон на коврике. Тоже сгорел. С телефоном-то все ясно. Я вот думаю, почему труп так хорошо сохранился? Ну, потому что человек на 75% состоит из воды. Ты не сейчас решил прочитать лекцию по анатомии? Да нет, на самом деле это из-за этих двух ребят. Охранник склада? Это они пожарных вызвали? Ну да. Увидели на камере дым, выскочили. Там разгорается машина, схватили огнетушитель. И начали заливать. Молодцы. Пламя погасили не сразу. Труп пострадал, но умеренно. Личность установили? Васин Станислав Николаевич, 45 лет. Увеличь-ка мне вот этот участок с шеи погибшего. Похоже на странгуляционную полосу. Скорее всего, Васина задушили, а потом подожгли машину, чтобы уничтожить улики. Что у него с родственниками? Есть жена Васина Зинаида Петровна, 37 лет. Ваш муж сильно отгорел. Я понимаю. Я готова. Борь. Это Стас. Когда вы в последний раз видели вашего мужа? Вчера вечером. Ему кто-то позвонил. Он быстро собрался, сказал, что скоро будет и... Пойдемте. Стас буквально накануне вернулся из командировки. А куда он ездил? В Турцию. Он в одной фирме работает. Металл диагност. Правильно? Да. Стас говорил, в Турции какой-то газопровод тянуть будут. Это по его части. А долго его не было? Две недели. Последний звонок Васин получил с мобильного жены. Васин на него не ответил. Откуда вы знаете? Ну, время 21.20. Пожарных вызвали в 21.10. Васин был уже мертв. За полчаса до убийства покойник разговаривал с телефоном без регистрации сим-карты. Жена об этом звонке и говорила. Есть что-нибудь еще необычное? Васин дважды созванивался с Амбросимовой Екатериной Игоревной. Чем же она необычна? Екатерина Амбросимова. Старший следователь следственного комитета, капитан юстиции. Какое отношение Васин имеет к следственному комитету? Без понятия. А Амбросимову на совещании. Вы не только занимаетесь тем, что все время совещаются, пока мы землю носом роем. Неправильно ты говоришь. Нужно со слезой в голосе, с надрывом. Мы землю носом роем, а они... Мы землю носом роем, а они... Так? Нормально? Можно еще рубашку на груди порвать. Я дома потренируюсь. Тренируй себя, проверь. Ты проверил лучше Васину. Да с ней все ясно. Криминала на нем нет. Полтора месяца назад его судили за пересечение двойной сплошной. А как же он тогда за рулем ездил? Оправдали. Так может, Амбросимову посодействовало Васину в суде? Каким же образом? У следователя могут быть неформальные связи с судьей, по убитого за следователем. Проверь пересечение мобильных телефонов убитого, судьи и Амбросимовой. Санкции будут? Ну, проверь неофициально. Неофициально? Это мое любимое занятие. Я прям как в молодость вернулся. Я-то тебе вернусь. А вы разве про командировку Васина слушать не будете? А что с ней не так? А он не был ни в какой командировке. Я связался с металлодиагностом. Васин брал отпуск на две недели. А покойник-то с двойным дном. Второе дно зовут Лена Твердохлебова. Ей 22 года во время перелета в Турцию. И обратно сидел в самолете рядом с Васиным. Федеральная экспертная служба расследует убийство инженера Станислава Васина. Тело обнаружили в его сгоревшей машине. Жена убитого Зинаида рассказывает, что накануне Васин вернулся из командировки в Турцию. Перед смертью Васин звонил следователю Екатерине Амбросимовой. Полиция выясняет, что погибший ездил в Турцию не работать, а отдыхать. Убитого у легких нет копоти. Ну понятно, когда горела машина, он уже был мертв. Весь вопрос в том, как он умер. Но он же был задушен. Вот у него стремуляционный образ, да? Ее оставило не орудие преступления, а средство фиксации. То есть? На шее убитого след от укола. Если б некие ткани обгорели сильнее, я бы его, конечно, не нашел. Ага. То есть его отравили? Да. В печени следы цианида. Зинаида Васина работает учительом химии в гимназии. Значит, разбирается в ядах. Она с мужем жила в трехкомнатной квартире, которая раньше принадлежала его родителям. При разводе останется ни с чем. Ну чем не мотив убить гулящего супруга? А есть что-то более материальное? Она знала право отпуска. Она пять раз звонила на фирму мужа, и у нее звонок с телефоном без регистрации. С того же, что его мужа? Нет. Другой телефон, но тоже отключен. В вашем домашнем компьютере есть ссылка на страницу Елены Твердохлебовой в социальной сети лицом к лицу. Кто это? Это девушка, которая летала вместе с вашим мужем в Турцию. Вот фотография с ее страницы, которую вам прислали. Красивая девушка. Кто-то выделил рамочкой отражение вашего мужа. Видимо, чтобы вы не пропустили. Зачем вы мне все это показываете? А вот ссылки на электронные билеты вашего мужа и его подруги. Вы знали, что ваш муж улетел в Турцию не работать, а отдыхать. Мне показалось подозрительной его поездка. Я позвонила на работу, узнала об отпуске. Знакомый есть сын-компьютерщик. Я попросила его найти информацию, с кем Стас отправился на юга. Что она делает? Она же приговор себе подписывает. Он нашел билеты, нашел девицу, рядом с которой сидел мой муж. А потом прислал мне ссылку на страницу этой шалабы. И вы так спокойно об этом говорите? А вы видели, в почте была еще одна ссылка. Ну, конечно, стертая ссылка. Анкета на сайте знакомства. Значит, все-таки нашли. Эта девица предлагает свое сопровождение состоятельным мужчинам в их поездках за границей. А вас, похоже, это не волнует? Это у нее уже пятая поездка. И ни за кого из своих предыдущих спонсоров она замуж не вышла. А там были и побогаче, и покрасивее моего Стаса. Вы многое разрешали своему мужу. Я подумала, что это мелкое приключение не должно разрушить брак. К тому же Станислав Николаевич неплохо зарабатывает. А нашему сыну еще учится четыре года. Вот и подумайте, стала бы я убивать своего мужа. За чужой Санта-Барбары наблюдаете? Работаем, Галина Николаевна. Полтора года назад было совершенно похожее убийство. Злодей переставил горло жертвы нож и уколол шприцем в шею. Да, а после этого поджег машину, чтобы скрыть следы. Серийный убийца? Копия. Оригиналу дали 11 лет строгого режима. Извините. Полковник Рогозина. Екатерина Игоревна, мы ведем расследование убийства Станислава Васина. Кажется, у следовательши закончилось совещание. Но позвонила она не тебе, а Рогозиной. Да и фиг с ней. А что такое Санта-Барбара? Да это такой древний сериал на две тысячи серий. 70 лет назад был очень популярен. 70 лет назад? А ты такой старый, что его помнишь? А зачем ваш муж звонил следователю Амбросимовой? Это по поводу нашей соседки. Светы Мясниковой. А что с ней? Она убила кого-то, кажется. К нам молодой человек из полиции приходил, разные вопросы задавал. Оперативный работник? Наверное. Он всему подъезду оставил визитки со своим телефоном, и телефоном этой следовательши. Екатерина Игоревна. Это вы, капитан Шустав. Так точно. У меня мало времени, поэтому коротко. Мне звонил Станислав Васин, сказал, что у него есть какие-то сведения по Мясниковой. А что сделала от Мясникова? Зарезала дочь своего сожителя. Из-за неприязненных отношений. И чего хотел Васин? Я не имею привычки допрашивать свидетелей по телефону. Я выписала ему поездку на сегодня. Его убили. Знаю. Но это не моя проблема. Дело Мясниковой практически раскрыто. Всего хорошего. И мам, не хворать. Галина Николаевна. Похоже, Васина убили из-за дела Мясниковой. Надо это дело посмотреть. Я запрошу его. Возвращайся. У нас тут новый подозреваемый появился. Это отец той самой Светланы Мясниковой. Галина Николаевна. Убитый звонил Григорию Мясникову. Но тот ему не ответил. А потом уже Мясников стал названивать погибшему. У нас есть что-нибудь еще, кроме разговоров? Мясников врач-нарколог. Яды, уколы. Он должен разбираться. Ясно. Спасибо, Оксана. Можете. Что с Мясниковым? Говорит, что ему позвонил сосед, но он был занят. Потом он с ним связался. Он так и не понял, чего хотел Васин. Говорит, давай я на суде скажу, что Света хороший человек. Огромная помощь. Васин с Мясниковым, они знакомы с детства? Ну да. Выросли в одном дворе. Мясников на пару лет старше. Может быть, Васин что-то видел, что добьет Светлану? Например? Кровавую надежду, нож. Мясникова вроде и зарезала дочь сожителя. Э, поаккуратней. Вот это место убийства девочки. А вот это дом Васиных Мясниковых. Ты хочешь сказать, что она поперлась в окровавленной одежде через полгорода? Ну, может, она нож выбросила у родительского дома. И вообще, это мое место. Пожалуйста. Калина Николаевна, у меня плохие новости. Мясников не убивал соседа. Для него эта новость хорошая. Для него это вообще не новость. Ты пришел заниматься словесной квилибристикой? Нет. Я принес вот это. Мясников во время убийства Васина выводил из запоя одного известного депутата. Начал в 20.17, закончил в 22.30. Можно, Галина Николаевна? Заходи. Тоже пришел кого-то оправдать? Ну, в общем, да. Следователь Екатерина Амбросимова не оказывала влияния на судью. Васин сам себя защитил. Показал запись видеорегистратора. В машине не было никакого регистратора. Как это не было? Я сама подарила ему этот видеорегистратор. Стас постоянно с ним ездил. А дома вы искали? Конечно. Сразу, как вы позвонили. Вот здесь он висел. И проводов тоже нет. Вы думаете, его убили из-за этого куска железа? Возможно, из-за записи на нем. Значит, это я убила своего мужа. Зинаида Петрова. Если Светлана не убивала эту девочку, то Васина убила сторона обвинения. Почему? Видимо, на видеорегистраторе было такое, что могло оправдать Мясникову. А если она виновна? Значит, на видеорегистраторе были улики, которые окончательно добили бы. Значит, Васина убила. Сторона защиты. Здрасте. Я Амбросимова. Полковник Рогозина. Чем обязаны? А меня забрали дело Мясниковой. А я встречалась с вашим капитаном. И все, что вам надо знать, я уже рассказала. Товарищ капитан, оставьте нас с капитаном юстиции. Есть. Я знаю ваши связи. Но это мое дело. И я не позволю его развалить. Федеральная экспертная служба расследует убийство инженера Станислава Васина. Выясняется, что перед гибелью Станислав звонил следователю Екатерине Амбросимовой. ФЭС предполагает, что Васин стал случайным свидетелем по делу об убийстве 15-летней Елизаветы Корчуновой. Следователь считает, что девушку убила подруга отца Светлана Мясникова. Игорь, что случилось? Следователь считает, что это она раскрыла дело Мясниковой, а мы, видишь ли, у нее лавру отбираем. Ага. Ну, видать, непростая она с такими претензиями заявиться. Да мне уж самому интересно, что там с этой Мясниковой убивала, она не убивала. Дело несложное. Бизнесмен Виктор Корчунов завел подругу, Светлану Мясникову. Ого. А жена умерла 8 лет назад от рака. Дочери 15, подруги 22. А что там случилось? Не зашли с характерами? Лизу Корчунову убили, двумя ударами ножа в живот, угрожая неподалеку от дома. История про то, что нужно быть эгоистом. Не поняла. Ну, если бы Корчунов часто менял женщин, а его дочь привыкла бы и не стала бы мотать нервы очередной любовнице. И осталась бы жива. На одежде Светланы Мясниковой найдена кровь Лизы Корчуновой. Генетическую экспертизу проводили? А как же. Неподалеку от места убийства обнаружен нож засохшей кровью девочки. Длина и форма ножа соответствуют ранам на теле. На ноже есть пальцевые следы Мясниковой? Отпечатки смазаны, но на рукоятке найден крем Фан 973. Что это? Французский крем для рук. В России не продается. Тюбик крема изъят из квартиры Корчунова. Его мог взять сам Корчунов? Но на тюбике пальцевые следы только Мясниковой. Я смотрю, во время первого осмотра места происшествия нож не нашли. Да, следственный отдел схалтурил. Но через несколько недель был сделан повторный осмотр. Нож найден в кирпичной кладке. А еще во время повторного осмотра на месте преступления нашли вот эту помаду. Она лежала рядом с телом. Интересно, как она там оказалась? Ну, может, выпала из кармана, когда убийца проверяла, жива ли жертва. Французская. Угу. Эпители на ней тоже принадлежат Мясниковой. А как это удалось узнать? Ты не поверишь, но кроме нас есть еще куча экспертно-криминалистических центров. Амбросима отнесла тюбик туда, на экспертизу. Эта скандальная дама провела большущую работу. Мне бы тоже не понравилось, если бы после всего этого у меня отобрали дело. Есть одна мелочь. Телефон Мясниковой во время убийства находился далеко от места преступления. А где конкретно? Дома у родителей Светланы. Я всегда приезжаю в это время к родителям. Они приехали чуть позже. Телефон это не алиби. Кто угодно мог отвезти его куда угодно. Я не убивала Лизу. А как тогда ее кровь оказалась на вашей одежде? Мы подрались с ней накануне ее смерти. Но не надо меня так смотреть, она могла быть совершенно невыносимой. А убрать и помыть? Ты мне мать, что ли, указывать? Ты отсюда не выйдешь, пока ты это не уберешь. Да пошла ты! Дура! Я все отцу расскажу! Убрала за собой маленькая дрянь. Кровь есть, но сказать кому она? принадлежит, мы не сможем. Техника не позволяет. Да нет. Кухня тщательно вымытая, оббеливатель, ДНК разрушена. Так значит, есть шанс, что Света не убивала мою дочь? Вы хотите, чтобы я вам правду сказал или соврал? Понятно. Скажите, у Светланы французский крем, французская помада. Продукция этих фирм в России не продается. Я часто бываю там по работе. Мы с партнером поставляем лазерное оборудование для больниц. Вон у нас и диплом от мэрии. импортозамещение? Частично. Тридцать процентов составляющих все равно идет из Франции. А остальные семьдесят? Остальные семьдесят это наши изделия. Но только теперь это уже никакого значения не имеет. я думал, что Лиза будет продолжать мой бизнес. А теперь... Я не знаю, сколько было экспертиз, но вскрытие показало... Борь, мне уже этих разборок хватило вообще не с Амбросимовой. Давай говори уже, что ты нашел? Перед смертью у Лизы Корчуновой был сексуальный контакт. Ей же нет шестнадцати. Ну что ты хочешь от нынешних подростков? А биологический материал партнера сохранился? На теле обнаружена ароматическая смазка типа ваниль. Секс был с презервативом. А вот что касается самого убийства, взгляни. Что за крошка по краям? Металлический порошок. И как он попал в рану? Ну я так думаю, что с ножа, которым мы ее убили. Злоти перед убийством наточил нож, но не вытер его. Металлическая стружка с лезвия попала в рану. Стружка означает, что злодея это первое убийство. И еще, оно не было спонтанным. Он готовился к убийству Лизы. Ну, совсем не обязательно. Он мог просто выйти на ночную охоту. На кого-нибудь. Типа тупым ножом пугать неинтересно. А он не пугал. Вань, он убивал. Металлическая стружка в ране Лизы другого металла, нежели нож с места преступления. Не понял. А как такое может быть? Никак. Это тупо другой нож подброшенный к месту убийства. Валентина Калановна, извините, я проверила тюбик губной помады. Там нет эпителия Мясниковой? Нет, принадлежит он Мясниковой. Но на нем я обнаружила вирус герпеса. Борь, можно? Да, конечно. Но на кожных покровах Мясниковой и герпеса нет. Я могу сделать ПЦР, чтобы найти антитела. Не в этом дело. Если во время убийства у Мясниковой герпеса не было, значит, помаду взяли раньше и на место убийства подбросили. Как и нож. Преступник кто-то из ближнего окружения. Он бывал в доме Курчуновых и мог выкрасть помаду и крем. Мы думаем, что Мясникова оказалась на записи регистратора Станислава Васина, когда он ставил машину на платную стоянку. Оставил он ее во время убийства Лизы. Васин собирался показать мне запись, чтобы оправдать Светлану. Вот именно. Злодей узнал об этом и убил Васина. Вы сказали, что убитый звонил вам, когда вы были в машине? Да, это было утром. Я ехала на работу. А вы больше ни с кем не обсуждали эту тему? Я только выписала пропуск, но... вас прослушивали. Когда вы меня выпустите? В нынешней ситуации следственный изолятор это самое безопасное место для вас. Да ну ее нафиг, эту безопасность. В каких отношениях Лиза была со своим отцом? Он ее обожал. Он восемь лет не водил домой женщин, чтобы только ей было спокойно. А кого он поддерживал во время ваших конфликтов? Пятьдесят на пятьдесят. Но когда мы оставались вдвоем, то просил потерпеть. У Лизы переходный возраст. А вы когда-нибудь говорили что-то вроде или я, или Лиза? Я похожа на дуру. Я бы вылетела из дома через минуту. Лизу убили в шесть часов вечера. Я мог бы быть дома в это время. А мой партнер по бизнесу сказал, что надо ехать и смотреть новую площадку под новый цех. А далеко она от вашего дома? На юго-западе. Но это не имеет никакого значения. Там подъездные пути и можно недорого электричества присоединить. Прошу прощения. Слушай. Во время убийства Лизы телефон Корчунова находился на пустыре за кольцевой дорогой. Это юго-запад города. На коврике у машины есть грунт с этого пустыря. Там раньше был химзавод и почва соответствующая. Ты разобрался с жучком из машины набросивовой? Серийное устройство китайского производства. Радиус устойчивый 10 и 50 метров. Но может добить и до 100. Понятно. Я всю жизнь работал, чтобы Лиза ни в чем не нуждалась. Времени на общение практически не оставалось. И она выросла такой... Дерзкой? Ну да. Это... Это очень точное слово. Дерзкой. У нее были постоянные конфликты там с одноклассниками, с учителями. Так, а с кем? С одноклассников? Ну я же говорю, мы им очень мало общались. Да вы не подумайте, она... У нее было очень много друзей. К нам постоянно приходили какие-то гости. ее. Школьники могли украсть помаду и французский крем на заказ. Слишком опасно. А если они узнают, что это улика? А как они узнают? Для этого нужно просидеть весь суд до конца. Да и к тому же убийство малолетней. Суд наверняка будет закрыт. Нужно проверить всех, кто посещал дом Корчуновых. Только потеряем время. Да и без гарантий. Похититель крема и помады мог оставить телефон дома. Но есть другой способ. Сейчас у подростков, да и не только у подростков, вся жизнь в соцсетях. За пару недель до смерти Лиза Корчунова удалила из друзей двух одноклассников. Кристина Лутовцева и Ярослава Рудина. А причина? Лиза якобы злывалась с парнем Кристины. Кристина их застала и врезала Лизе по физиономии. Слушай, а это же не причина убивать. На следующий день какой-то бомж попросил у Кристины мелочь. Она ему отказала. Тогда он врезал ей по лицу и толкнул ее. А при чем здесь Лиза? Это она закримировалась под бомжа. Смейся. При падении Кристина сломала палец на правой руке. В любом случае она не могла убить Лизу. А она значит травша? Да. А теперь посмотри вот это. У меня есть подруга Марина. Она выложила нашу с ней фотографию в социальную сеть. А Лиза начала писать гадости в комментарии, что именно нельзя встречаться с лохом и нищебродом. Это Ярослав Рудин? Он сам. Я потребовал ее извиниться. Пас называл ее шлюхой, а она ударила меня по лицу. А вы? Я тоже не сдержался и врезал ей. Она сказала, что я пожалею. На следующий день ко мне как будто бомжара прицепился. Типа закурить дай. Все дела. Я я послал его. А он вас избил. Здоровый оказался. Черт. Меня сразу тромпнув отвезли. Сказали, что трясение. Отец сразу заяву написал. Бомжа нашли? Да его и не искали. Только куртку мы забрали, в которой во время избиения было. Интересное кино? Угу. Сейчас будет еще интереснее. На липучке манжеты куртки этого пацана я нашла два волоса коричневого цвета. Ну да, бомж, избивший Ярослава и Кристину, был шатен. Волосы крашены. Краска французская, в России не продается. Неплохо живут столичные бомжи. Слушайте, я знаю, кто это. Это бизнес-партнер Виктора Корчунова. Отца убитой девочки. Я видел его снимки. Дмитрий Сергеевич, это фотографии из квартиры Корчуновых. На первой фотографии у вас натуральный цвет волос, а на второй волосы окрашены. Да, я крашу волосы французской краской. А что, вы меня арестуете за срыв импортозамещения? В презервативах из вашей квартиры используется смазка типа ванили. Точно такая же смазка была найдена на теле убитой Лизы Корчуновой. Да такие мог привести кто угодно и не только к статье из Франции. Отшутиться не удастся. В вашей машине найдены следы интимной близости между вами и Лизой. Черт. Она сама, она сама меня соблазнила. Это плохая идея. Я слишком пьян, чтобы везти машину. Я вызову такси. А я никуда не тороплюсь. Тебе шестнадцать есть? Какая разница? Ты думаешь, я девочка? Отец узнает. Обоих убьет. Мы стали встречаться. Она из меня веревки вела. Вы про избиение одноклассников? Она сказала, что если я с ними не разберусь, то все расскажет отцу. Она, кстати, и встречаться со мной стала, как я понял, только чтобы отцу отомстить. Он должен ответить за эту шлюху, которую он привел к нам в дом. Почему ты раньше ему не сказала? Я выберу момент, чтобы побольнее было. Ну ты стерва. Еще какая. Галина Николаевна, в квартире гражданина Тюрина я обратил внимание на вот эти ножны. Красивая работа. Да, только нож к этим ножнам не подходит. Зато в ножнах была обнаружена металлическая крошка, идентичная найденной вране Лизы. И что это значит? Видимо, Дмитрий Сергеевич выбросил нож, которым убил девушку, а с ножнами расстаться не смог. Давайте с вами договоримся, Дмитрий Сергеевич. Мы подумаем о предъявлении вам обвинения в связи с малолетней, а вы расскажете, как вы зарезали девушку. Она потребовала, чтобы я убил Свету, подругу ее отца. Они подрались, и Света разбила ей лицо. Вы могли отказаться и бросить ее. не мог. Она пригрозила, что сдаст меня в полицию. Что я еще должен сделать, чтобы ты оставила меня в покое? Сначала ты должен убить эту шлюху. А потом? Димочка, ты у меня такой замечательный. Ну как я могу тебя бросить? Как вы узнали о видеорегистраторе Станислава Васина? Да, и кто установил жучок в машину следователя Амбросимовой? Какой Васин? Какой следователь? Я, я, я никого не знаю. Зачем вы подбросили улики на Мясникову? Да вы что? Я никому ничего не подбрасывал. Я, я вам все рассказал. Но Дмитрий Тюрин никогда не был у меня в квартире. Он сам никак не мог украсть ни помаду, ни крем. Вы понимаете, что этот человек убил вашу дочь? Да все я понимаю. Но во время убийства этого вашего Васина мы с Тюрином вместе сидели и работали над проектной документацией. Честный, богатый, красивый, одинокий. Не человек, а золото. Не понял. Такие, как этот, Корчунов на дороге не валяются. За таких нужно держаться всеми силами. Катя меня почти убедила, что это Света убила мою дочь. Катя? Ну, в смысле, Катерина Игоревна Амбросимова, следователь. Я даже удивился, что у вас в органах работают такие люди. Какие такие? Ну, душевные, что ли, отзывчивые. Она мне очень помогла пережить смерть Лизы. Амбросимову первый раз так душевно относится к потерпевшему. До этого она никогда ежедневно потерпевшему не звонила. Я заметила, она вообще не очень сентиментальна. А что у нее с личной жизнью? Судя по электронной переписке, у нее был вялотекущий роман, но она его прекратила, как только получила дело об убийстве Лизы. Виктор Корчунов лучший. Вариант со всех сторон. Помните предыдущее дело с уколом в шею? Вот это преступление раскрыло Амбросимова. Я поняла. Она действовала по знакомой схеме. Только нож заменила на ремень. Мы проверили ваш рабочий компьютер. Там есть запрос на покупку яда группы цианидов. Описание средств. Слежение. И, кстати, жучок, который мы нашли в вашем автомобиле, вы установили сами. Ну, когда жареным запахло. В суде это не пройдет. Доказательства, полученные с нарушением закона... С законностью наших следственных действий все в порядке. Вот здесь можете не переживать. Я работала над делом. И все мои запросы это подтверждают. На браслете ваших часов найдены следы цианидов и копоти от сгоревшего автомобиля. КОНЕЦ 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 Я была уверена, что Светлана Мяснякова убила Лизу. Но у меня ничего на нее не было. Только кровь на одежде. И тогда вы подбросили на место преступления похожий нож и помаду подозреваемой. И тут так не кстати появился этот Васин со своим видеорегистратором. И все усилия на смарку. А Корчунов-то уже почти растаял. Бери его голыми руками. И что я по-вашему должна сейчас здесь каяться? Может еще прощения попросить? Я устраивала свою личную жизнь. Идите вы все к черту. Да. Мне кажется, у кого-то здесь крыша поехала. За безнаказанностью. Встать! Ну, а представь, как это выглядит. Два здоровых лба издеваются над хрупкой женщиной. Хорошо, что нас никто не видит. Продолжение следует... Продолжение следует...